Повысить роль собственников в управлении многоквартирными домами. О механизмах, которые позволят саратовцам выстраивать конструктивные отношения с управляющими компаниями, говорили на семинаре и совещании в Комитете по ЖКХ администрации города. Репортаж Анастасии Синичкиной. Контроль за работой управляющих компаний ляжет на плечи самих жильцов. В соответствии с нововведениями в жилищном кодексе, до 18 июня этого года в Саратове должны быть избраны советы многоквартирных домов. Именно такие инициативные группы, по словам представителей Комитета ЖКХ, и должны следить за деятельностью управляющих организаций и, следовательно, улучшить качество предоставляемых услуг. Нет взаимоотношений между управляющими компаниями, управляющими компаниями или ТСЖ и всеми собственниками. Предписано этим законом собственникам избрать домовые советы. У многих правильных организаций истекает пятилетний срок заключения договора управления. И возникает сейчас необходимость перезаключения договора на новых условиях. Те, которые наиболее отвечают требованиям и пожеланиям собственников. И вот именно для этого законодательство как раз и устанавливает необходимость избрания совета многоквартирных домов. За круглым столом присутствовали представители уже созданных домовых советов. По их словам, от таких инициативных групп отдачи есть уже сейчас. Мы следим за тем, чтобы не нарушались права собственников, в частности по тарифам, по ремонтным работам. У нас в доме отремонтирован цоколь. Поменяли мы лежаки холодного горячего водоснабжения. Опиловка деревьев, которые годами, десятилетиями могли обрушиться и на жителей дома. Это было очень опасно. Создание таких советов, оно как бы предопределяет, подготавливает создание товарища собственников жилья. Если это многоквартирный дом из семи, из ста квартир. Потому что если меньше, конечно, экономически это сложно. Поэтому эти дома должны нанимать в управляющую компанию и советами контролировать работу этой управляющей компанией. На совещании затронули и тему несвоевременной оплаты за коммунальные услуги. Эта проблема на сегодняшний день одна из главных в сфере ЖКХ. Становятся заложниками именно те собственники, которые оплачивают. Сейчас, по словам участников круглого стола, в Саратове создано 470 советов. А это всего 18% от общего числа многоквартирных домов. Как говорят присутствующие, основной барьер к созданию таких инициативных групп – нехватка информации. Поэтому сейчас главная задача администрации Саратова и органов местного самоуправления – помочь горожанам разобраться на выведениях жилищного кодекса и увеличить влияние собственников на работу управляющих компаний. Анастасия Сничкина, Илья Ромазаев, Кирилл Логинов, Вести Саратов.